Девушки отдыхают Доброе утро, друзья. С вас на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ксения Алпёрова. Доброе утро, Ксения. Здравствуйте. Как вы пожелаете, Ксения. Не случайно принёс я вам сладости, ибо радость и сахар переполняют наши сердца и души, когда мы видим вас не на катке, не на экране, не где угодно, а у нас на кухне. Что мы сегодня, Ксения, будем с вами готовить и весеннее, и радостное. Прошу вас. У нас сегодня будет итальянский такой стол. Итальянский стол? Да. Будем готовить пасту а-ля норма. Это такая настоящая, это сицилийская типичная паста. Значит, типичная сицилийская паста а-ля норма. Так, что ещё? И мы будем готовить тирамису. Настоящая самая вкусная тирамису, вообще, как вы когда-либо ели, это тирамису моей подруги Эрнесты. Сицилийская такая женщина настоящая. У вас есть подруга-итальянка? У меня много подруг итальянок, сицилий. У меня и подруг-то немного, а уж итальянок среди них. У меня и друзей много итальянок. Нет, некоторые мои подруги называют себя итальянками. Тирамису готовить не умеют. Да, и живут в Чертаново. Ну, теперь научатся. Хорошо. Значит, мы сегодня готовим настоящий итальянский десерт, который называется тирамису и пасту, или, говоря нашим языком, макарошки а-ля норма. Нормальные такие вкусные макароны. Нормальные макарошки. Так, значит, с чего мы начнём? Я думаю, с чего начать? Наверное, правильно начать с тирамису, потому что оно должно стоять в холодильнике и пропитываться, а паста готовится очень быстро. Всё, тогда мы начинаем с тирамису. Говорите же скорее, чтобы мне, Ксения, чем вам помочь? Вы будете готовить кофе, потому что я кофе готовить не умею. Правильно ли, что настоящий итальянский мужчина всегда готовит кофе в тот самый момент, когда, например, Эрнеста, ваша подруга, говорит, приготовлю-ка я сегодня тирамису, и сразу её мужчина... Бежит готовить кофе. Да, давайте представим его. Многим интересно, с кем живёт Эрнеста. Фернандо. Я так и думал. Вы знаете, я смотрел несколько сериалов об этом. У них Косе Мариабелли. Нету дочи и приёмного сына, о котором они не знают. Фернандо Македонина зовут. Фернандо. Ну давай, Фернандо. Отлично. Фернандо. Так, Парагнандо. Хорошо, ну давайте тогда я начну варить кофе. Чтобы было четыре маленькие вкусные чашки кофе крепкого. Давайте мы сначала нальём воды. Ксения, подождите секунду, я возьму водички. Я пока тогда... Вы кофе делайте. Ну вот я думаю, что... Ну не больше, да? Не знаю. Нет. Чуть-чуть. Давайте ещё чуть-чуть. Как говорят итальянцы... Ну как бы это вы готовите кофе. Хорошо. Я на отпуск поддаю. Так. Кофе у нас... Я открыла холодильник. Сейчас я сделаю поменьше огонь. И кофе у нас вот пускай как-то закипает. Ксения, а расскажите, пожалуйста, значит, это вас научила ваша подруга Эрнеста. А для того, чтобы, как мне подсказывает мой опыт, подружиться с итальянкой, с сицилийкой, как минимум нужно на Сицилии бывать. Да. Вы часто бываете на Сицилии? Вы любите там, да, бывать? То есть вы не из тех, кто ездит, я не знаю, на французскую ривьеру. Так, сыр маскарпоне. Маскарпоне, да. Значит, это... Самая разорительная часть тирамису – это сыр маскарпоне. Но я думаю, что, ну, можно иногда позволить себе вот ради такого вкусного десерта купить маскарпоне, да. Так. А вот у нас кофе-то уже. Прекрасно. Давайте туда надо теперь две столовые ложки сахара. Две столовые ложки сахара. Нет, ну, прямо нормальные ложки. Учитывая количество. Раз. И нам нужен коньяк. Два. Так. Смотрите, что делает сейчас Ксения, друзья. Раз. Желток отдельно, белок отдельно. Да. Ну, так обычно всегда делают. Так. 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 Смотрите, Ксения, кофе у нас уже закипел, мы его сняли. Сняли и пусть стоит. Пусть стоит, все. Пусть отдыхает, котелка. Кофе остылает. Кофе остывает. Кофе остывает. У меня есть коньяк, вот смотрите, в такой... Да, это коньяк, такой струк. Нет, хороший? Надо, чтобы был хороший. Не, ну, неплохой. Как же он плохим-то может быть? Коньячок. Куда его? Попозже туда столовую ложку коньяка, но попозже. Пусть остынет немножко. Остывает кофе. А у нас же мало времени. Давай мы поставим его... А мы на вы или на ты? Я вот с вами путаюсь. Ксения. Я предлагаю перейти на ты. Прекрасно. Коньячку. Можно взять. Раз и сразу. Ну, хорошо. Ну, не знаю. Вот внимательно теперь. Я сюда высыпаю еще две столовые ложки сахара, и больше сахара в термису не нужно класть. Просто очень много рецептов всяких, то есть в книгах кулинарных, где огромное количество яйца, сахара. Вот это не надо. Всего два яйца и всего четыре столовые ложки сахара. Четыре столовые ложки сахара, два яйца. Теперь что с этим можно сделать? А есть еще миксер? Мы могли бы одновременно. Нет, хватит, хватит, Сюша, хватит. Взбиваем. Держи вот это. Вот это. Нет, 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 нет. Вот сюда. Взбивать, да, вот это? Да. На самом деле, ладно. Нормально. Валь, все. Я не могу остановиться. Я не могу остановиться. Итак, самый простой способ показать, что белки взбиты. Сеня, знаешь, какой? Что, Сеня? Знаешь, какой? Нет. Нет. Сейчас покажу. Как мы добавляем это? Куда? Когда? Я так прям, прям... Ты шокирована, да, сейчас? У меня подпечатление. Знаешь, именно благодаря этому способу Фернандо в свое время и женился на Эрнесте. Он удивил ее. Тебе растерялось, какой последовательности, что и куда? Это мы потом добавим. Давай, тогда маскарпоне сначала. Я думал, ты скажешь, это вообще нам не нужно. Друзья, ну потрясающе. Зато зарядка фантастическая для руки. Надо было чем-то тебя занять. Так, и сейчас мы будем продолжать вот, да, взбивать. Давай, ну, давай. Аккуратно, просто я бы вот этим все-таки, чтобы нет. Да нет. Все нормально. Так. 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 Вот смотри, я ничего не понимаю в этих граммах. Вот здесь больше сливок, чем мне надо. Здесь мне сказали 350, а мне нужна ровно упаковка сливок. Такая маленькая упаковка сливок. Тебе нужно 250 граммов. Да. 250. Ну вот мы туда это потихоньку выливаем. Давай, давай, ты мешай его давливать. Это они не жирные. Не жирные сливки? Ну да, Олег. Кризис экономический. Еще отдавливать? Не, не отдавливать. Они какие-то жирные. Вот это. Белочек пошел. Белочек пошел. Теперь, как я закончу. Я хочу тебе задать один вопрос. Но очень плохо слышно. Да. Я хочу тебя спросить. А ты любишь, да, вот тирамису? Тирамису. Ну мы же понимаем прекрасно, что это... Ой, это прекрасно. Я люблю, когда в тирамису вдруг раз такую штучку найдешь. Отдай, не надо. Послушай, а как же ты сохраняешь такую прекрасную форму, при этом все, когда... Ну вот ешь такие десерты, они же... Понял. Подожди секунду, а вот можно узнать, что вот это такое? Это специальное печенье для тирамису. Такие палочки. Друзья, любой магазин. Ну, а ну, между прочим... Приходите, говорите, маскарпоне есть? Говорят, есть. А печенье для тирамису? Есть. На самом деле оно очень... А спички? Спички завтра будут. Очень плохо, где продается. Ты тут зря. Ну, продается. У нас сейчас такое время, что как раз маскарпоне, это можно встретить очень во многом магазине, даже в сельске. Вот теперь смотри. Нам нужен остуженный кофе. Остывший кофе? Самое время, знаешь, что сделать для того, чтобы остудить кофе? Ксюша, я тебя оставляю здесь. У нас все готово для того, чтобы мы перешли к финальной стадии приготовления тирамису. У нас короткая пауза, во время которой, друзья, вы посмотрите рекламу, после которой мы вернемся, и узнаете, что тирамису в переводе с сицилийского означает «что-то я боюсь в тирете». Роза, смотри, не перевари солянку. Мира, из бутылки не отпевать, у меня там все отмечено. Леонид Андреев, Роза, Мира. Дорогие друзья, с мат на Первом канале у нас в гостях сегодня Ксения Алклёрова, с которой мы вместе готовим настоящий сицилийский тирамису. Я забыла коньяк добавить сюда. Надо еще штучки сюда обратно воткнуть. Столовую ложку сюда коньяк. Столовую ложку коньяк. Главное, с коньяком не перебрать, на самом деле, иначе тирамису будет горький. Вот такой коньячный, противный. Давайте. А знаете, когда не было миксера, что было? Да. Вот так вот человек стоял один. Это очень долго. Как-то... Ну, что ты? Как-то так, может быть, действительно было проще. Сейчас, нет. А как это вставляется? Мне кажется, надо вот так и сделать. Что за... Первая мысль, она самая правильная, на самом деле. Сейчас мы все сделаем. Ксюша, она же... Кажется, ей же... Мммм! Да! А ты никогда не делаешь? А? Да! А я просто только спросила, ты пробуешь, когда ты готовишь, или не пробуешь? Всегда. Я тоже. Скажи, пожалуйста. А вот я бутылочку достала, и куда она исчезла? С водой. Ты имеешь в виду ту бутылочку, из которой ты постоянно отхлебываешь во время регламных пауз? С водой. А, с водой? Так я про нее и говорю. Вот же она. Так. Так, значит, я могу сказать, что пока все хорошо. Вот сюда мы вливаем воду. В кофе, да? В кофе, но чтобы он не был такой горький. И вот сейчас. А там вот туда... А, подожди. Я забыла сейчас, потому что ты это делал. Мы коньяк туда добавляли? Нет. Нет. Вот. Это важно. Смотрю, все больше и больше продуктов, в которые добавляется коньяк. Какая-то геометрическая прогрессия. Не исключено, что и в пасту а-ля норма мы добавим граммов 300. Ну, рядышко только. К коньяку. Только если рядышко. Так, берем форму. Форму? А вот... Ах, вот так, да. Вот такая вот у нас есть такая, поэтому мы берем ее. Смотри. Так. Что мы делаем? Мы делаем... Раз. Раз. Можно я тут что-то сделаю? Да. Вот так вот. Это специальный... Ксюша, я правильно понимаю, что действительно тем, кто будет покупать, называется для тирамису? Да, да. Печенье для тирамису. Это, наверное, бисквитное печенье. Все. Не надо долго держать. Нет, нет. Надо буквально раз. Правильно делаю? Да, все правильно делаешь. Надо делать раз. А ты был когда-нибудь на Сицилии? Я был. На Сицилии, да. Ты был там как? Ты был там в гостинице или ты там был где-нибудь в доме? Ты знаешь, я поехал на Сицилию в надежде увидеть мафиозу. Эх, не туда ты поехал. Не туда я поехал, да? Дальше мы берем ложечку. Так. Крем. Так. И вот так вот его сюда одним слоем выкладывали. Потому что потом будет второй слой? Потом будет второй слой, да. Понял. Все, я знаю. А я выработала свой собственный способ, как знакомиться с мужчиной на Сицилии. Да. Ну-ка, расскажи. Случайно. Нет, это было случайно. Я, мы приехали на Сицилию первый раз. Я решила, ну как, я же должна сразу говорить на итальянском. Да. Поэтому я, в общем, не стесняюсь, у меня нет такого комплекса. Я, ну как бы, беру слова и соединяю их. По-итальянски, как тебя зовут? Комутики. 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 Это значит, как тебя зовут? А как же я тебя люблю по-итальянски? Комутики. 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 Ну вот мы приходим, ну хочется же общаться со всем. Вот мы приходим, там рыбник, это человек, который продает рыбу. Я ему говорю, комутики, говори ему. То есть я говорю, как я тебя люблю. А рыбник так вытирает чешую с рук и говорит, вот она, пришла моя судьба. А что это она с мужем? Ну нет, ну у тебя неправильная реакция. Он воспитанный, чистый, неиспорченный, эссистический мужчина. Тогда он... С мужем. Поэтому он смущается, он теряется. И он начинает... Начинает рукой в тени, как говорится. Я думаю, наверное, я неправильно произношу. Я настойчивее тогда продолжаю говорить. Как же я тебя люблю, говоря ему. То есть комутиаму. И он начинает прятаться в лещиках. Нет. Теряется он. То есть отмечает, после четвертого раза настойчиво. Все, давай дальше. Он становится твоим хорошим другом. Хорошим другом. Вашей семье. Как рыбника зовут вашего? Гасперы. Гасперы. То есть Гасперы, это ваш друг. Слушай, ну прям форма какая-то, прям по размеру. Смотри, тогда все подошло как-то. Даже вот, к сожалению, не осталось. У меня обычно остается четыре штучки, я их доедаю. Я вот называю вот эту фотографию, вот не фотографию, вот этот вот вид я называю старшая группа детского сада, дневной сон. Смотри, да? А ты как спал? Мы спали на раскладушках. Мальчики, девочки, да, мы так и спали. А мы спали кто как. Потому что засыпали в процессе игры часто. Понятно. Некоторые в процессе обеда. Поэтому нас так и относили. Я часто засыпал во время чтения стихотворения на стуле. Вы сам отвратительный дед. Идет бычок от чая и падал. Вот смотри, что мы сделали. Два яйца. Два яйца. Два желтка отдельно, два белка отдельно. Белки мы взбили, желтки мы взбили с сахаром. Двумя столовой ложкой. Двумя столовой ложкой сахара. А после этого мы в желтки добавили 500 грамм маскарпоне. Все это взбили очень хорошо. Белки мы очень хорошо взбили. Потом мы добавили в маскарпоне 250 граммов сливок. Одну столовую ложку коньяка. И после этого мы это все тщательно перебежали. Добавили в конце туда белки. И окончательно перемешав, отставили в сторону. Взяли, сварили кофе. Четыре маленькие чашки. Мы в кофе добавили две столовые ложки сахара. Одну столовую ложку коньяка. И разбавили, добавили в кофе простой воды. Чтобы очень говорить мне, после этого мы вымачиваем специальные бисквиты для тирамису. Раз выложили, выложили слой. Накрыли слоем крема. Выложили второй слой, накрыли сверху слоем крема. Смотри, сейчас же мы будем это все... Нет, сейчас мы не будем, потому что мы будем это делать после того, как он должен пропитаться в холодильнике. А перед тем, как ты подашь его на стол, ты его... Сколько он должен пропитываться? Сутки. Ну, хотя бы полдня. Значит, у нас есть полдня. Да. Друзья, программа «Смак», конечно, не может выходить полдня, но сегодня, во время шестичасовых вечерних новостей, смотрите прямое включение. Иван Урган и Ксения Алферова пробуют тирамису. Сейчас мы будем делать пасту по-сицилийски, которая называется «Аль... Норма». Аленорма. Точно. Аленорма. Точно такая. Аленорма. Итак, что нам нужно для того, чтобы сделать пасту «Аленорма»? Я думаю, что для начала... Нам нужно... Нам нужно кипяток. Да, поэтому нам нужно поставить воду. Нет, просто мне нужна вода не только для макарон, не только для спагетти. Ну и, видимо, еще для того, чтобы отбалчировать помидоры. Да. Надо было это, конечно, сделать раньше. Ну вот я забыла. Ладно. Так, это для пасты. Так, а где доска, чтобы режеть? Сейчас все я дам. Так, это у нас для пасты. Да, конечно, бери, там большие. И вот я сейчас вот таким вот образом... Это вообще такой кропотливый процесс. Нам нужно... А, нам нужно начать с авокадо. Правильно. Это я хотела сделать просто такой салат очень простой из авокадо. И так его нужно порезать. Просто авокадо, на самом деле, почему-то считают, что его портят майонезом и разными другими ингредиентами. А он сам по себе вкусный, такой, как он есть. Да. Поэтому надо аккуратненько ложечкой... Да. Нет, вот так вот его оттуда... Надо достать. Он, на самом деле, очень неспелый. Ой, вернее, да. Совсем неспелый. Тяжело будет, да? Сейчас вот рецепт для моей няни, которая... Есть замечательная няня, которая мне помогает. Ага. И вот авокадо, она не... Вот она говорит, как же его надо готовить, как же его надо есть. Вот сейчас я ей демонстрирую. Таня. У меня тоже есть няня. Но она моя. Она мне читает сказки на ночь. Раньше читала сказки детские. Сейчас читает взрослые сказки. Так, Ванюша. Поехала группа Аба в бар. Такие сказки. Вот смотри. Ну вот так, да? Ну что, ты попробуй. Ну вот смотри, вообще-то, когда... Что можно делать дальше? Вот смотри, когда он свежий, то его надо так будет размять ложечкой. Но сейчас мы его будем резать. Ну я попробую, подожди. На, ты вот это будешь делать. Я так и думал. Вот это авокадо рецепт новому ужину. А расскажи мне вообще, кто у вас чаще в семье готовит? Честно? Я так понимаю, вот после этого и сразой Таня произойдет. Неправда. До ледникового периода Егор. Потом времени нету, не было ни у кого готовить. Понятно. Сейчас, я надеюсь, опять Егор. Ну конечно, кубок поставят, так сказать, на полку на кухне и все. Скажи мне, пожалуйста. А что с луком нужно делать? Мелко-мелко-мелко-мелко порезать его. Целую луковицу? Нет. Половиночку? Да. И это все мы перемешаем с авокадо, который, по идее, нужно вот так вот мять вилочкой. Туда добавим оливковое масло, немножко лимона, соли и вот все. И больше ничем авокадо портить не надо. А можно еще, знаешь, чем использовать? Можно еще немножко помидора, чуть-чуть. И что получится? Вкусно. Гуакумоле! Да? Конечно. Что самое вкусное, друзья? Авокадо, лайм, а не лимон тогда, репчатый лук и много зелени. Ну, зелени нет. Тогда уже пропадет вкус авокадо. Зато появится вкус месико. У нас сетилия. А, я прошу прощения, да. К сожалению, мексиканские блюда мы будем готовить попозже. Как ты? Я так все время хотела научиться, вот так, как ты сейчас делаешь. Да? Так, прям, выглядит очень как-то красиво выглядит. Так, по-мужски. Теперь мы сейчас перемещаемся в авокадо. Для этого мы возьмем какую-нибудь мисочку. А вот же, вот в эту, да? Вот так бы. То есть смотри, вода одна закипела. Дорогая... Я. Ксения. Так ты делаешь. Скажи, сколько нам нужно помидоров? Я думаю, что двух нам нет. Нет. А там только будут помидоры и все. Соус из помидоров. А-а-а. Ой, авокадо. Все, у меня уже. Спагетти. И сверху мы пожарим баклажаны отдельно. Потом положим их уже сверху, когда все будет готово. Вот так вы решили? А ну-ка, отдыхни. Товарищ сержант, да что дышать? Я же говорю, кефир я пил. Кефир. Из кинофильма «Проверка на дорогах». Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ксения Алкеров. Между прочим, так, вода для пасты у нас готова. Да? Так, паста. Альбюра, давай... Нет. Что такое? Что, почему вдруг остановилась? Я просто соображаю. Ну, хотя нет, ну, это... Нет. Пасту мы пока не будем класть, потому что мы должны сначала... Приготовить соус? Нет. Пожарить баклажаны, потому что баклажаны нужно, чтобы они были уже поджарены, класть на уже готовую пасту с соусом, понимаешь? И чтобы все это было горячее. Баклажаны мы жарим в масле? Да. Это вот я, самая моя нелюбимая часть. Жарка баклажанов. Помидоры готовы. Помидоры готовы. Оливковое масло. Туда я... Так, все же. Я хочу тебе сказать, что, в принципе, я готов уже обжаривать баклажаны. Да их порезать сначала. На оливковом? Да. Смотри, что есть сейчас. Смотри, что я тебе хочу предложить. Смотри. Зачем тебе хочется так давить его настойчиво? Ну, он... Он не спелый. Он... По крайней мере, он... Да почему? Это хороший рец. Ну, конечно. Смотри. По крайней мере, получится то, что... Во-первых, перемешается окончательно лук. Ну, если тебе хочется давить... Авокадо. А ты масло добавил туда? Да. Еще нужно чуть-чуть... Пожалуйста. Хватит, 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 хватит. Между прочим, авокадо у самого есть масло. Я знаю, но все равно. Смотри, масло цираж, уже как-то и давится получше. Вот. Потому что я очень жирно их нарезала, но неважно. Так. Прям все вот эти? Угу. Ну, это много, на самом деле? Конечно, много. На двоих достаточно. И соли немножко, да, их? Сверху? Да. Так, сказать. Можно еще чем-нибудь там пармезон... Ой, этим... Базилик. Я люблю везде вообще базилик добавлять. Я буду... Ну, хватит. Базилик еще. Давай, у нас уже все готово. Помидоры надо порезать для того... Для соуса. Нужно для этого... А у нас есть еще сковород? Есть. Конечно, есть. Правильно я понимаю, что в принципе... Да, и сюда еще лимонного сока. И все. И дальше красиво ты это кладешь в дольки, авокадо, ставишь любимый на сок. Сейчас все сделаем. Так, хорошо. Это у нас готово. Может, постоять. Мы потом этим наполним вот эти штучки. Я пока с твоего позволения... Нет, ну ты... Они должны прям такие, знаешь, быть совсем зажалистые. Совсем зажалистые. Ну, прям такие зажаристые-зажаристые. Красивее. Так, теперь нам нужно ставить... Большую сковородку для соуса, да? Да. Выливаешь туда оливковое масло. Много ли масла? Ну еще. А ты чесночок что, почистила на дольчики? Да. А, хорошо. Наш друг Нанду терпеть не может чеснок, поэтому его вытаскивает. Он его жарит и вытаскивает. Но мы не будем его вытаскивать, мы его там оставим. Нет, мы его оставим, безусловно, там. Алио. Алио, это чеснок. Алио, это чеснок. Алио, и теперь кладем туда. Алио, это чеснок. Потом помодори положим туда. Слушай, а ты можешь сказать какую-нибудь такую красивую, долгую фразу по-итальянски? Я не грамотно говорю, я просто соединяю фразу. Ну не важно, скажи, мы же никто не проверим. Мой муж выиграл в телевизионном шоу «Ледниковый вперед». По-итальянски. Ну прям, я прям, нет, такое... По-итальянски. Что такое квадратное? Ну, я считаю, что это хорошая фраза для знакомства с итальянцами. Сразу несколько информационных поводов выпить. Во-первых, за замужество. Во-вторых, за победу в конкурсе. А вы сказали, что... Что же это означает? Что мой муж замечательный, очень хороший человек. Ну, давайте мы поаплодируем за таком признании. Этуэ брависсимо кучинаре. Этуэ брависсимо кучинаре. Ты очень хороший кулинар. Да. Да? Да. Эмия тут брависсимо кучинаре. Си. Си-си. Мульту аллегро. Мульту аллегро. Пригласите Ирину Аллегрову. Так, так, так. Между прочим, дорогая Ксения, чесночок-то уже, так сказать. Так сказать? Ну, давай. Ну, ты вот отвлекаешь же меня, я с тобой разговариваю. Нет, я там все уже, запахи-то ого-го какие. Не пойми, как режу лук, ой, помидоры. Сколько будет готовиться соус? Ой, это вообще очень быстро. Секунда? Ну, быстро. Тогда мы... Надо посолить воду. Добавить туда легкого масла. Хочешь, я тебе хочу? Ты добавляешь, да? Я не всегда. Нет, еще главное, чтобы она была аль денте. Ну, это... То есть, чтобы она была не такая мягкая, разваривая. Аль денте, это практически готово. А потому что мы по-русски привыкли такую, знаете, прям переваривать макароны. Да-да-да. Так, вот мы туда не забудем свежий базилик еще порвать. Потом, сверху. Правильно я это делаю? Давай сейчас скорее мне... Надо накрыть крышечкой и пусть себе... И пусть себе. И пусть себе. Да. Так. Ну что, Ксюш, как мы любим? Целую? Да. Целую прямо? Нет, половинку. Половишечку. Так, а где крышечка в этой штучке? Вот она... О, давай скорее, скорее, давай скорее эту штуку. Напоминаю вам, что происходит у нас. Мы вместе с Ксенией Алтюровой уже поставили вариться пасту. Которая сейчас закипит и будет вариться ровно 10 минут. Значит, что у нас? Баклажаны мы обжариваем. Соус наш из помидоров с чесноком, в который мы добавим потом базилик, уже готовится. Салат нам осталось только разложить по этим штучкам. Тирамису мы помним. Ну-ка, давайте-ка время сократим. Паста а-ля норма. Вы делаете традиционную итальянскую пасту, отвариваете ее в воде с оливковым маслом и с солью. В пасту отдельно бланшируете помидоры, добавляете в растительное масло, в оливковое масло чеснок, обжариваете, добавляете туда помидоры порезанные мелко. Туда добавляете уже в самом конце, чуть-чуть буквально там готовится, добавляете туда базилик зеленый. Если нет свежего, то можно сухой. Перед, соль. После чего вы все это выкладываете вот так. Ну, очень по-итальянски будет. Очень по-итальянски. Это сыр пармиджано. Пармиджано. Подожди, а вот же еще что есть. Я хочу порезать. Ой, вы самое главное. Подожди. Мы забыли, что делает пасту а-ля норма, а-ля норма, собственно говоря. Это надо до, это надо вообще было порезать сначала. Резать это нужно? Да, да, да. Давай быстро порезать. И положить сюда кусочками. Прямо мелко порезать? Да. Ну, кто же знал-то, а-ля норма. Ну, ты меня заговорил, Ваня. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все сюда. Как, совсем мелко? Нет, совсем мелко не надо. Нормальными этими кусками. Вот. А-ля норма? А-ля норма. Ну, подожди, я тебе. А-ля норма тоже немножечко. Вот. Я люблю, когда много баклажан. Это очень вкусно. Да. Ну, только вот с сыром. Это сейчас сыр испортил вид красивый. Потому что это на помидоры должно куласться. На баклажаны? На помидоры. На помидоры? А сверху на баклажаны, на помидоры. Получайте фантастическое блюдо. Как готовится этот салат? Объяснять не нужно. Берете авокадо, достаете его из кожуры, мелко-мелко-мелко прямо раздавливаете вот так его вместе с луком. Туда соль, перец, лимонный сок, оливковое масло. И это еще не все. Потом вы берете в холодильник, заходите и думаете, а что это у меня тут такое стоит? И вы понимаете, что это тирамису. И тогда вы берете тирамису. Нужно сверху это посыпать какао. Ой, так сильно не надо. Это такая штучка, прости. И надо, чтобы это равномерно было. Ладно. Я прошу поаплодировать Ксении Алферову, которая приготовила нам удивительный итальянский завтрак. Дорогая Ксюша, я не знаю, как ты, а я начну пробовать. Пожалуйста, присоединяйся. Я-то с удовольствием. Я такая голодная, что это какой-то кошмар. Ну как? Да. 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 Я не скажу. Вкусно. Вкусно. И без помидора, без всего вкусно. Скажите. Вот это-то, конечно. А-а-а. Потекла слюна. Мне скажи, вкусно ли тебе, Иван? Вкусно очень. Просто у меня есть еще одна важная миссия. Ну скажи, вкусно. А как просто. Дорогая Ксюша. Значит. Вот такой штучкой я бы, если честно. Вот такой. Я испорчу твое сицилийское настроение. Не надо портить мое сицилийское настроение. Берем. И вот оно должно немножко... Ну, оно немножко... Мы не знаем. Если побольше постоит, то оно будет... Оно стояло... Более такое. Просто время пролетело. Вот. Вот так вот ощущение тирамису. Но вот какао, ну правда, это важно. Оно должно быть черное. Такое простое, нормальное какао. Несладкое. Горькое. Значит, Ксюш, ситуация такая. Ложки тебе для десерта нет. Поэтому пробовать буду я один. У меня есть вилка. Подожди, подожди, сейчас я тебе дам ложку. У меня не надо, мне есть вилка. У тебя есть вилка? Хорошо. Ну что? Да. Пробуем. Да. У меня действительно очень вкусно. Ну, это действительно очень вкусно. Угу. Я бы сказала, очень вкусно. Я хочу передать привет своему диетологу. Да. Такое счастье, что у меня нет диетолога. Будешь? Не надо никому передавать привет, а просто есть черный месу. Мы на секунду прервемся с Ксенией. Прервем нашу трапезу, дорогая Ксюша. Ксюша, спасибо тебе огромное, что ты пришла. Спасибо огромное, что ты нашла время после того, как ты провела столько упорных часов. Ой, не напоминай. Все. Все закончилось, Ксюша. Ты вернулась к нам. Я дам. Вот тирамису, вот паста, вот пармезан. Если не наешься, догрызем пармезаном. Ксюша, мы вместе. Мы все одна большая сицилийская семья. Значит, дорогая Ксюша, специально для тебя подарок. Так. Всемирно известный производитель посуды. Компания Таповер дарит тебе инновационные изделия. Силиконовую форму, мельницу фантазия и сковороду от шефа из нового премьер-каталога. Стабильность и уверенность в будущем. Это важно. Это важно, но не просто так, а вместе с Таповер. Дорогая Ксюша, спасибо тебе огромное, что ты к нам сегодня пришла. Я прошу тебя поздравить Егора с победой в ледниковом периоде. Ксения Алферова, сегодня была с Маки, поаплодируйте. Сейчас я вернусь, мы доедим. У нас короткая пауза на одну неделю. Смотрите, нас через неделю вы узнаете, что знаменитый рассказ Джека Лондона «Когда боги смеются» первоначально назывался Иосиф Виссарионович. А давайте в честь Микояна мясокомбинат назовем.